Коронавирус подкачивает мировые фондовые рынки. Падение приобретает масштабный характер, как и размах самой эпидемии. Число стран, где зафиксировали новый вирус, превысило 50. Количество заболевших приближается к 84 тысячам. Фондовые площадки готовятся к худшему. Сегодня индекс РТС в моменте снижался более чем на 7%. Это минимум с конца августа 2019. Потеря индекса Мосбиржи 6%. Падают цены на нефть. WTI в моменте опускалась ниже 45 долларов за баррель. Цена Brent пробивала отметку 50 долларов. Это уровень декабря 2018. Насколько низко могут уйти котировки и что будет с российским бюджетом? Послушаем экспертов. Юрлс уже ниже того уровня, до которого он падал в декабре 2018 года. Если говорить про Brent и WTI, они чуть выше. Но Brent практически на том же уровне, где он был в декабре 2018. Если эти уровни будут пройдены, то, конечно, падение будет более существенным. Я думаю, что высокая очень вероятность, что даже в рублях цены на них будут стоить столько же, сколько они заложены в бюджете. Это, в принципе, создаст ситуацию, когда, наверное, бюджет будет несбалансированным. Понадобятся какие-то дополнительные вливания или из ФНБ, или дополнительные заимствия. А вот комментарий Минфина. Российский бюджет защищен от колебаний нефтяных цен. Расходы будут профинансированы даже в случае их падения до 30 долларов за баррель. Мы 4 года профинансируем спокойно наши расходы, сказал глава Минфина Антон Силуанов. Куда нефть, туда и рубль. Доллар стал дороже почти на 2%. Евро прибавляет 1,5%. Долго ли продолжится ослабление российской валюты? По мнению экспертов, помощь подоспеет в марте. Однако мы полагаем, что в среднесрочной перспективе в марте рублю окажут поддержку регуляторы. С одной стороны, мы полагаем, что Банк России может остановить покупки валюты по бюджетным правилам. С другой стороны, в условиях текущих страхов рецессии ФРС США, вероятно, понизит ставку на 50 базовых пунктов в марте. А с третьей стороны, ОПЕК+, может существенно сократить добычу нефти, принять такое решение на ближайшем свидании. Распродажи на глобальных площадках набирают обороты. На открытии американские индексы упали на 3%, сейчас ушли еще ниже. Теперь к реальной экономике. Всемирный совет по туризму оценил ущерб от коронавируса в 22 миллиарда долларов. Российский союз Туриндустрии обратился в Минэкономразвитие с просьбой оказать поддержку туроператорам, работающим с Китаем, Италией, Южной Кореей и Ираном. В организации предупредили о возможных банкротствах. На понедельник назначена встреча Ростуризма с представителями индустрии, на которой попытаются найти выход из положения. Есть примерно подсчитанный ущерб туристической индустрии в сфере выездного туризма по итогам того, что происходит с коронавирусом, по результатам закрытия целого ряда направлений. Эта сумма не учитывает тех событий, которые сейчас выворачиваются в итальянском управлении. Это 27 миллиардов рублей в совокупности по всей стране, включая те выплаты, которые производились туристам, вынужденно отказавшимся от уже оплаченных туров. Аналитики Банков Америка снизили прогноз роста мировой экономики в этом году с 3,1 до 2,8. Если эти оценки оправдаются, темпы повышения будут самыми низкими с 2009 года. Продолжение следует...